Всем привет! Сегодня я хочу показать вам городок, который называется Тегесты. Он находится недалеко от города Ла-Лагуны и также является и муниципалитетом, и городом в одном лице. Здесь проживает местного населения около 10 тысяч. Сам городок находится внизу, в окружении гор. Нахожусь я сейчас на смотровой площадке, и с ней как раз виден весь город. Климат здесь очень сильно отличается от южных курортов. Сейчас всего 17 градусов. Когда я сюда только приехала, был дождик. Сейчас вот тучи разошлись, и выглянуло солнышко. А так вот было пасмурно, и температура была ниже. Сейчас солнце вышло, и температура повысилась. Тегесты расположен на высоте 550 метров над уровнем моря. И территориально он находится внутри другого муниципалитета Сан-Кристобаль-де-Ла-Лагуна. Для разнообразия, так как всегда показываю вам южные места, хочу показать сегодня Тегесты. Сама я здесь сегодня в первый раз, вообще никогда здесь не была. Но место это очень живописное. И для тех, кто говорит, что на юге очень мало растительности, то вот именно как раз здесь очень ее много. Ближайший городок, куда местные жители ездят на пляж, это в Бахомар. Хочу пониже спуститься, посмотреть, что там. Еще по этой дороге ездят машины. Здесь растет виноград. Вот этот кактус называется опунция. Его плоды очень вкусные. Сейчас здесь нет плодов. Вот он еще здесь растет. Вообще, он, конечно, здесь не сам вырос. Его сюда завезли из Мексики. Бывает, в местных деревенских ресторанах подают его вместе с салатом, этот фрукт. А также его можно купить на рынке. Но сами, когда вы, если увидите эти плоды, не рискуйте их срывать, потому что очень много шипов мелких, которые прям впиваются, и потом только пинцетом их вынимать. А раньше на этих кактусах вот такой жучок заводится. Сейчас я вам покажу, если здесь будет видно. Здесь он какой-то немножко такой больной смотрится. Вот он, например, вот этот жучок беленький, да, такой. Это называется кошениль. Его раньше специально разводили и собирали, потому что это натуральный краситель красный. Вот он сидит на этих кактусах. Вот так живут местные жители в Теесте. Сейчас я попробую съездить в сам городок вниз туда. Вообще, конечно, прохладно здесь и ветер. Я не знаю, как здесь местные жители без отопления проживают. Потому что вот на улице сейчас на мне надета куртка теплая. Так вот прохладно. Канарская зима, она везде. В каждом уголке острова своя определенная. Стрелецы растут красивые. Тут цветок такой. Вот это вот растение. Похоже на укроп. Вот это вот. Но это на самом деле не укроп. Так вот, если его потереть пальцами. Вот такой. Это анис. Прям запах аниса. Лекарство от кашля. Ммм, какой ароматный. Спустилась я в городок. Здесь, кстати, очень хорошая большая парковка. Ранее я вам уже говорила, что Тегесты полностью окружен другим муниципалитетом Ла-Лагуной. Но в отличие от Ла-Лагуны, туризм в этом городе почти не развит. Тегесты получил свое название в честь короля племени древних жителей Гуанчи, которые раньше проживали в этом месте. Тегесты на языке племени Гуанчи означал «влажный». В 1812 году этот район получил полную независимость от Ла-Лагуны и сформировался как самостоятельный муниципалитет. Растут апельсины. Вот, все, пожалуйста. Вот так вот живут местные жители здесь. Сейчас я направляюсь на главную площадь этого города. Называется «Плаза до Сан Маркус». Это красное здание являлось первой государственной школой в Тегесте. Здание носит имя священника, которого звали Брабендадо Пачеку. Он внес особый вклад в развитие города. Сегодня на территории школы находится выставочный зал. Ну вот, довольно-таки симпатичная церковь здесь. Время показывает. Вот оно, здание мэрии. И вот это, скорее всего, главная улица. Вот оно. Здесь еще даже, кстати, не убрали рождественские украшения. Обычно 8 января все убирают уже. Но здесь запоздали. Вот традиционный канарский балкон. У главного здания мэрии присутствует он. Ну вот эта красивая улица. И на этой улице ряд ресторанов, какие-то маленькие магазинчики. Здесь даже присутствуют туристы, гуляют. Примечательно, что где меньше туристов, тем ниже цена в общепитах. Я зашла в местную таверну, чтобы перекусить. Бокал чая и два ботуброда мне обошлись всего в 5.40. Жизнь в муниципалитетах, она устроена везде одинаково. Есть своя поликлиника. Вот здесь ТГС-то тоже своя поликлиника. Аптека. Детский садик. Учебное заведение. Вот местный центр культуры. Ну, в общем-то, и все. Тут делать особо нечего. Так, прогуляться, посмотреть. Но я бы советовала лучше посетить город Ла-Лагуна. Он намного интереснее. Ну, вот здесь прямо ощущается, что вот осень, как будто какая-то стоит. Если на юге вчера купались, то здесь прямо как-то осень. Листья лежат. Столько сухих листьев. И еще то, что солнце за облаками, его не видно. И как-то прямо такое ощущение, что как-то глубокая осень какая-то. Слышно петухи поют. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова